Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада всех вновь видеть на своем канале. Сегодня я решила сделать вот такой вот тематический обзор, либо ответ на ваши просьбы, да, как определить магические способности по дате рождения. Почему я сейчас сюда не привязываю расклад касательно ваших эзотерических способностей и магических, потому что нумерологический расчет с этой точки зрения будет более точным. В общем, безусловно, я выполняю и расклады, да, на определе магических способностей. Я постараюсь в скором времени выложить таковой, чтобы вы могли себя дополнительно просканировать. Ну, а в целом при помощи этой методики я сканирую тех, кто хочет у меня обучаться. Объясню почему, потому что я не всех беру в работу, не всех беру в практику, а именно непосредственно тех, кому это дано. Поэтому не обижайтесь, кто хочет обучаться. Я просто не считаю нужным прятать ни свое, ни ваше время, если это будет бесполезно. Поэтому сейчас вам я объясню, и это будет понятно и для практиков, или для новичков, и вообще для тех, кто особо не смыслит второго, да, как все-таки рассчитать свои магические способности по дате рождения. Начнем с того, что у нас всего 22 старших аркана. Вот я их сейчас выложила в нумерологическом порядке. Прошу сразу обратить внимание, что я работаю по специфике Райдера Уэйта именно по этой школе, не по школе Папюса, либо Марсальского Таро. Объясню почему, в чем разница. Здесь по Райдеру Уэйту сила 8, правосудие 11. В школе Папюса наоборот. Правосудие идет 8, сила идет 11. Поэтому учитывайте вот эти вот моменты при расчете и опирайтесь на ту школу, согласно которой вы обучались, с которой вы взаимодействуете. Ну а теперь я сделаю вам на двух примерах нумерологический расчет на человека, у которых вообще его нет и на человека, у которого эти способности есть. Один я уже расписала сразу, второй буду просчитывать при вас. И непосредственно озвучу потом каждый из арканов, какую энергетику он с собой несет и что, скажем так, какие есть предрасположенности. Пока арканы отложу в сторону, буду объяснять по специфике. Итак, первый пример я расписала, в дальнейшем я, конечно, вам, безусловно, буду объяснять. Вот мы берем дату рождения. Как вариант? 17, 10, 92. Как мы рассчитываем? Первое число даты рождения, это вот цифра 17. Первое число, что самое главное, оно должно быть меньше или равно 22. Почему 22? Потому что 22 старших аркана. Если цифра первая, вашей даты рождения, будет больше, например, 24, то вы отнимаете 24 минус 22 и получаете цифру. То есть первая цифра у вас, например, будет двоечка. Если у вас все-таки цифра меньше 22, то вот первое число у вас будет 17. Ну, здесь, в принципе, все элементарное. Второе число, это сумма всех цифр даты рождения. То есть вы складываете 1 плюс 7, 1 плюс 0, плюс 1, плюс 9, плюс 9, плюс 2. Получаете 30. Так как число больше суммы, да, вот больше числового количества 22 старших арканов, то мы вот этой суммы отнимаем 22 аркана. 30 минус 22, получаем 8. Итак, повторяю, первое число у нас здесь 17, второе число 8. Третье число, это сумма всех трех арканов рождения, приведенных в число от 1 до 9. То есть, вот видите, берем первое число. 17, это 1 плюс 7, будет 8. Второе число, 10, 1 плюс 0, будет 1. И складываем третье число, 1 плюс 9, плюс 9, плюс 2. Получаем 21. И вот эти все три числа, приведенные... Так, здесь мы еще не привели. Здесь у нас, получается, надо привести, не досчитала, 2 плюс 1, это будет 3. Вот эти все три числа нам необходимо с вами будет сложить. А именно, 8 плюс 1 и плюс 3. Так, вот здесь неверно я записала, сразу исправлюсь. Так, 8 плюс 1, это будет 9. 9 плюс 3, это у нас с вами будет 12. Вот, сразу исправим, видите? Неверно записала, забыла досчитать. Итак, число у нас меньше, поэтому мы оставляем, это у нас получается 12 аркан. Если бы у нас цифра больше была, например, 30, да, то мы, соответственно, 30 минус 22, опять получаем следующий аркан. Ну, то есть, что мы теперь делаем? Итак, смотрите. Первое число у вас 17, второе число у вас 8, третье число у вас 12 аркан. Я сейчас дам характеристику на каждый из этих арканов, и мы еще высчитаем так называемый код судьбы по этим цифрам. Так, давайте смотреть. Выбираем вот эти вот арканы, которые у нас здесь есть. Ищем первое, это 17, 17 аркан, это звезда. Для тех, кто, например, не знает, где смотреть, вот у вас все арканы пронумерованы. Видите, у вас вот римские цифры вверху. Так, 17, второе у нас это 8, это сила. Так, где-то мы тут силу пропустили, 7. Поменяли, наверное, нам вот силу. Поменяли местами. 8. И 12. Повешенный. Вот, смотрите, касаемо вот этих вот всех трех арканов. Что могу сказать сразу, у человека, ну, вот, ну, магические способности практически на нуле. Почему? Потому что здесь по 17 аркану звезда, это максимум, космоэнергетика, либо астрология, но это, знаете, больше с позиции любительства. Почему именно любительство? Ну, потому что нет сопутствующих арканов, которые бы об этом говорили. Восьмой аркан, сила. Здесь просто, знаете, как сильная энергетика, либо, может быть, проходить по этой карте. Ну, здесь можно, нельзя сказать магия. Почему? Потому что у человека нет сопутствующих арканов. Сила, это просто магия животных, либо это шаманизм, либо это тотемные животные, либо магия вуду. И вот последний аркан, единственный, который говорит о наличии магических воздействий, здесь падает повешенный. Это сильная магическая карта. Это либо рун, либо кельтская магия, либо же иногда повешенный связан с гипнозом, какие-то вот трансовые техники. То есть, чаще всего здесь идут изменения состояния сознания, либо какие-то астральные путешествия по этой карте. Помимо всего прочего, повешенный очень часто говорит о том, что человек может как легко входить в гипнотическое состояние, так и может загипнотизировать. Но, вот исходя из этих трех арканов, я могу сказать, что у человека магические воздействия, ну, как способности, простите, ну, присутствуют где-то вот процентов на 20. Сейчас объясню, почему. Сейчас я вам расскажу о каждом аркане. Сейчас их по порядку быстренько разложим с вами. Я вам каждый озвучу. Потому что мы всегда смотрим на совокупность арканов. Так, и 12 у нас повешенный. Итак, вот вы сначала делаете вот такой вот простой расчет. Теперь непосредственно мы определяем магические способности. Сейчас я вам расскажу о каждом из арканов, и вы потом будете применять это касательно к себе. Итак, шут. Шут – это, знаете, как любые виды игровой магии. То есть это симарон. Либо это, знаете, человек может, скажем так, двигаться в разных направлениях, либо в целом придумать что-то свое, либо совокупность каких-то практик. То есть он одновременно может быть и магом, и заниматься астрологией и так далее. То есть открытие многих путей. Вообще это магия кукол. Это мощный тип магии. Но, знаете, чаще всего это как-то его символизирует с обрядами вуду. Но куклы, в принципе, это можно использовать в самых разных ситуациях. То есть в самых благих целях, либо даже для того же целительства. То есть шут – это, знаете, как начало пути, или открытие всех путей. То есть у человека открыты все возможности, он заниматься может одновременно несколькими видами, ну, скажем так, в различных направлениях быть практиком. Так, следующий аркан – маг. Ну, по магу и так все понятно. Маг – это вообще карта, связанная с любой магией и экстрасенсорными способностями. То есть если вот у вас она есть в нумеологическом расчете, либо если вы делаете какой-то индивидуальный расклад, то это мощный показатель необычных способностей. Особенно если речь идет о мужчине. Потому что, кстати, маг – это не всегда традиционная магия, которая связана, например, с ритуалами или с заговорами. Карта просто говорит о том, что человек может легко воплощать свои желания в жизнь. Это человек – лидер по жизни. Но, тем не менее, как говорит этот аркан, здесь важно понимать, что здесь все происходит не само собой или по воле удачи, а здесь, знаете, вот человека делает именно его труд. Развитие дара, да. Далее. Жрица. Жрица – это карта очень сильных магических способностей, особенно для женщины. Эта карта сильнее всего связана с природой магией. Магией трав, цветов. Это магия использования ароматических масел. Помимо всего прочего, эта карта говорит о том, что человек обладает даром прямого ясновидения. То есть у него сильная интуиция. Это карта женских языческих культов. Ну и, соответственно, все, что связано, ну, грубо говоря, в простонародье, это карта ведьмы, да, вот если так вот озвучивать. Так, смотрим дальше. Императрица. По императрице эта карта меньше всего указывает на магию. Это просто домашняя какая-то работа, домашние какие-то ритуалы. Это работа с домовыми. Это магия предметов домашнего обихода. Ну, вот знаете, как, допустим, обереги женщины делают для дома и так далее. Сюда относится магия узлов, на узах, либо работа с веревками, либо в целом кулинарная магия. Потому что здесь, вот все, что идет, знаете, как перечереть деревенскую магию, заговоры и заклинания, которые используются на еду. То есть на тесто, на хлеб, на яблоки, на другие продукты. Вот если вы знаете, яблочный спас, да, это заговоры на яблоки, на мед и ряд обрядов для привлечения, скажем так, либо мужчины в свою жизнь, либо идет ряд обрядов для улучшения взаимоотношений, для гармонизации взаимоотношений, для того, чтобы мужчина, скажем так, был уверен и не смотрел на сторону. Так, четвертый аркан, император. Император тоже не является показателем наличия сильных магических способностей. Этот аркан связан с этим меньше всего. Эта карта говорит о мужской боевой магии. Это, знаете, максимум какая-то работа с металлом, ножницами, иглами. Но и в целом, как вам сказать, она больше указывает не то, что у человека есть магические воздействия, простите, не то, что у человека есть магические наработки, да, его какие-то способности, а карта больше применима к наличию, вот, выявить, есть ли у человека магическое воздействие на него, то есть деструктивные какие-то, то есть это показатель, например, порчи, но никак не магических способностей у вас. Дальше Иерафант Либо называется Папа, либо называется Жрец Это карта ритуальной Либо церемониальной магии Это работа с религиозным эгрегором Не обязательно христианским То есть речь будете о той вере, которой Вы принадлежите в данный момент В данном месте, то есть здесь может проходить И мусульманская магия И православная Либо какая-то вот Магия Вуду В общем масса всего То есть карта говорит о том, что Эффективно будут использовать те методы Те предметы культа, которые Непосредственно связаны с вами То есть если вы все-таки относитесь, например К христианству, то это будут иконы Это будет святая вода, работа с молитвами И так далее Дальше Шестой аркан Влюбленные, это любой вид любовной магии То есть Знаете как, когда вот у вас Эта карта есть в меморологическом коде То вы без магии будете очаровывать и привлекать к себе Противоположный пол Это магия партнерских отношений К этой карте относятся направления Как рейки Вот это хилинг Вот те, кто практикует или занимается Это ваша стезя, вам стоит в этом себя попробовать Но непосредственно на какие-то супер сильные Магические культные способности Она никоим образом не указывает Далее Колесница Колесница это у нас вид цыганской магии То есть либо вербальные магии То есть магия заговоров, мантр Сюда относится весь спектр магических практик Маги используются дороги, пороги Знаете, вот где вот идут То, что вы прячете под порогом Либо то, что вы высыпаете на дорогу На перекрестке оставляете и так далее И не всегда это магия вредоносная Потому что очень часто вот порог закапывают защитные талисманы И еще один интересный вид этой магии Это магия следов Чаще всего это делается в целях приворота или мести Но, скажем так, если с позиции оккультных наук Наличие у вас оккультных наук То они крайне-крайне слабые Так Восьмой аркан Аркан сила Аркан шаманизма Это магия животных Использование частей животных в магии Тотемные животные Здесь и проходит и магия вуду С позиции наличия у вас магических способностей Ну не нулевые, но очень-очень слабые Далее Отшельник Это очень сильная карта в духовном смысле Это очень сильные экстрасенсорные способности Здесь проходят какие-то медитации Либо йога, либо восточные практики Либо буддизм Человек может также входить в состояние транса Гипноза, либо в целом какой-то астрал Идем дальше Так, колесо фортуны Это денежная магия То есть любые заговоры, ритуалы С использованием монет, денег Магия с помощью карт Таро Называется такая штука Корректировка на Таро Как изменение судьбы Это талисманы Это различные амулеты Помимо всего прочего Ну вот все то, что будет нести какую-то энергию Причем благоприятную То есть природные предметы Например, четырехлистный клевер на удачу Фортуна напрямую связана с кармой Поэтому сюда относятся любые магические техники работы С прошлыми жизнями Ну и корректировка судьбы безусловно Но опять же, здесь нужно крайне осторожно Потому что можете так накорректировать Что потом не разгребетесь очень долго Так, следующий у нас аркан Это аркан справедливости Карта вообще не связана с магией Скажу вам так честно У кого есть эта цифра в дате рождения Про магию можете забыть Потому что вам сюда двери закрыты По справедливости Здесь работает закон равновесия И применять магию для вас в первую очередь небезопасно Здесь какие бы у вас проблемы не возникали Вам нужно их решать не магическим путем Скажем так, земным, разумным Если у вас какие-то есть жизненные перипетии То нужно, например, решать в судебном порядке Либо через какие-то силовые структуры и так далее Здесь, скажем так То, что у вас идет по судьбе что-то там неверное Ой, какая-то черная полоса То, как говорит аркан, это следствие ваших неправильных действий И нарушения равновесия Повешенный Сильная магическая карта Работа с энергией деревьев Северная магия, руны, кельтская магия Помимо всего прочего Повешенный связан с гипнозом Трансовой техникой Техникой изменения состояния сознания Астральные путешествия То есть это все ваше Смерть Смерть – мощное указание на магические способности Эта карта связана с любыми видами целительства Также это работа с духами и сущностями Это работа с энергией мертвых Здесь далеко не всегда подразумевается черная магия Потому что есть, например, много обрядов на исцеление болезней Которые связаны с кладбищем Работа с мертвыми, работа с духами Ну, не кромантика Через поглост, через кладбище Умеренность По умеренности идет Карта вообще говорит об отсутствии Да, каких-либо магических навыков Потому что здесь Карта просто говорит о том, что вам в любом случае В каких-то ваших проблемах поможет хороший психолог, а не маг У вас максимум, что случайно Нарушилась внутренняя равновесие Которая приводит к проблемам С позиции ваших оккультных наук Это просто больше способности психолога, чем мага Оккультных наук у вас, к сожалению, по этому аркану нет Дьявол Ну, по дьяволу я думала, знаете, что тут еще добавить, да? Из песни слов не выкинешь Дьявол всегда говорит о сильном природном магнетизме То есть вы прирожденно влияете на других людей Если брать конкретные техники То это темная магия, черная магия Это работа с духами, с демонами Это ниши астрал, домовые и прочее Это сексуальная магия, сексуальные привязки Помимо прочего Карта не всегда говорит о том, что человек может быть черным магом Нет, вы можете использовать, скажем так Вот эти темные энергии без вреда для себя Это может быть работа с тенью Ну и помимо всего прочего Напрямую карта не связана с астронизмом или поклонением дьяволу Хотя бывает и не без этого Вот видите, на самого дьявола и свечи у нас погасли Так, зажгла свечу, продолжаем дальше Итак, переходим 16-й аркан, башня Башня у нас означает, что вам необходимо работать со стихийной магией Причем вы можете использовать все четыре стихии Потому что сюда относятся такой же способ воздействия на действительность, как феншу Почему? Потому что башня это в целом сигнификатор недвижимости, дома и очага Несмотря на то, что вот здесь она изображена, как показывает разрушающее воздействие Но с позиции магии, ну карта такая, знаете, 50 на 50 Далее, ну, кстати, извините, вернусь к башне По башне это максимум, что вы можете делать, это снимать какие-то негативные программы Либо заниматься чистками, если у вас будут сопутствующие арканы в дате рождения Об этом немножечко поговорим попозже 17-й аркан 17-й аркан – звезда То есть карта связана тесно с космосом, космическими энергиями Это космоэнергетика Это использование в магии планетарных энергий Это работа с ангелами Это магия цвета Астрология Для многих это еще целительство Опять же, сама по себе карта не указывает на сильный магический потенциал Только, скажем так, если она будет подкреплена теми арканами Которые говорят о наличии сильных оккультных способностей Об этом я вот расскажу позже в видео Луна Ну, по луне это, знаете, сам Бог велел Это очень сильный показатель магических способностей Потому что, прежде всего, это природная магия Это вика, это колдовство Деревенская магия Лунная магия Работа с лунными фазами Лунными днями, символами Это магия воды Поклонение женским божествам То есть, грубо говоря, если совсем вот так прямым языком Это идет ситуация колдовства Дальше Солнце Здесь идет магия огня Магия свечей Магия ламп Поклонение мужским божествам Солнечная магия Либо магическая работа по солнечному календарю Это какие-то вот языческие праздники То есть, если вы знаете колесо года Белтайн Ель и прочее То есть, вы работаете непосредственно, да, с этим календарем То есть, мощная энергетика, которая основана на личной силе Но с позиции оккультных способностей Здесь их практически нет Суд Карта связана тесно с нашими предками Поэтому будет уместна их помощь в магической работе Это родовая магия Карта четко говорит о том, что вам необходимо использовать традиции Которые существовали в вашем роду Помимо прочего, здесь очень мощная родовая поддержка И отработка родовой кармы И двадцать первый аркан Здесь идет любой вид магии Это экзотическая магия Сюда относятся магические методы с использованием современных каких-то технологий Есть такое, знаете, как Называется 25 кадр Фиг 25 кадра Вот здесь это работает Либо это в целом, допустим, фотография И проигрывается что-либо на фотографии Кибермагия То есть, то, что вам внушают через какие-то голосовые воздействия То есть, вы с человеком можете говорить по телефону Посредством вербального обращения И звукового обращения Ну, неважно, там, скайплера вы общаетесь или нет Просто идет вас в состоянии гипноза или транса Поэтому осторожней Так, далее Теперь будем непосредственно деть арканы На те, которые, скажем так Сто процентно говорят о том Что у вас есть сильные оккультные навыки И на те, которые, в принципе, скажем так К этому отношения никакого не имеют Можете себе это записывать Можете себе где-то это пометить В общем, здесь уже как вам будет удобно Итак, давайте смотреть Откладываем в сторону Сейчас я поделю На, скажем так, на три части Объясню потом, почему Так Сюда жрец, сюда император Так, мы пересчитаем Итак Вот карты, которые сто процентно указывают На очень сильные магические способности На духовные возможности То есть это то, что вам дано свыше Сейчас вот так по порядку Маг Жрица Дурака забыла Дурак Отшельник Повешенный Смерть Дьявол Или луна Если В позиции, скажем так Когда вы будете рассчитывать Этот аркан Сейчас я эти отложу Чтобы вам было понятно Когда вы будете рассчитывать То вот эти вот арканы То есть по номерам вы можете их записать Первый Второй Девятый Тринадцатый Пятнадцатый Восемнадцатый Двадцатый Или нулевой Это шут Потому что шут Он переходит в двадцатый аркан Если вот это будет у вас В этой позиции Либо будет высчитано Вот во втором Либо в третьем числе У вас есть Магические способности И весьма сильные Если же случится так Что у вас есть Два каких-то аркана Да По расчету Вот указывающих На магические способности То вы практикующий маг Вам это донос выше Если все три Они могут быть одинаковы Например Дьявол, дьявол, луна Либо дьявол, дьявол смерти В любой конфигурации То вы Стопроцентный Прирожденный маг Вам этого не избежать И помимо прочего Если вы не будете практиковать То жизнь будет Знаете, как вас Бить по голове за это То есть Это то, что у вас Ждет Ваша карма Ваша отработка Если вы не будете Практиковать То просто-напросто Ну Можете плохо кончить Можно так вот Звучить Далее Следующие арканы Которые показаны То, что у вас Вообще нет Магических способностей Да и практиковать Там особо И нельзя Император Влюбленный Колесница Сила Правосудие Солнце И мир То есть Вам в это По сути Лучше не лезть Особенно Если у вас Если один Такой аркан Выпал Остальные указывают На магические способности Это еще такое А если Практически все Арканы Которые говорят Ни о чем Вот как в нашем случае Смотрите Потому что Вот здесь Здесь у нас падает Звезда Здесь у нас падает Колесо фортуны И третье Которое мы просчитали У нас повешены Только указывают На какие-то частичные Способности То человеку Это максимум Можно практиковать Знаете Вот какую-то Вот магию С целью поддержания Состояния здоровья Да Либо Ну скажем так Способности У человека Этого нет Потому что Всего лишь Один аркан Указан На то Что да Есть какие-то Задатки Для того Чтобы это Практиковать Либо должно Быть как минимум Два сильных аркана Либо в идеале Все три Здесь Это Ну знаете Как Ситуация Говорится Как чистый лист Поэтому Если у вас Будет Дать рождение Присутствовать Данные арканы Вам практиковать Не рекомендуется Не заниматься Невантическими Системами Ни чем-либо Вот эти вот арканы Суд Императрица Иерофант Колесо Фортуны Башня Звезда Вот только Единственное Что умеренность Я туда положила Это знаете Такое Здесь больше Указываются Либо какие-то Родовые программы Либо то Что вам передается По роду От кого-либо Либо кармические Отработки То есть Да Практиковать можно Но что-то конкретное То есть Не во все Вам нужно соваться Это нужно Просматривать Скажем так Раскладом В индивидуальном Порядке Так Ну давайте Посчитаем На третьем Примере Чтобы было Более Понятно А кстати Вот еще Мы с вами Не досчитали Смотрите Вот по словам Мы прочитали Все три числа Мы их суммируем То есть Смотрите Семнадцать Второе у нас Число Число у нас Вышло Восемь И третье У нас число Вышло Двенадцать То есть Это у нас Получается Двадцать Получается Тридцать Семь Тридцать Семь Минус Двадцать Два Так Тридцать Минус Двадцать Два Господи Еще не смогу Получается Пятнадцать Пятнадцатый аркан Один Плюс пять Это будет шесть Потому что В этом случае Именно в первом Примере Мы все Приводим к единичному Числу Получается Аркан Влюбленный То есть Здесь практиковать Человеку Нельзя Так Второй Пример Второй Пример Здесь идет Только по принципу Сложения Трех Чисел К единичному Числу Один Плюс семь Первое Число Один Плюс Ноль Второе Число Один Плюс Девять Плюс Девять Плюс Два Это будет Третье Число И вот Потом Все эти Три цифры Мы суммируем И получаем Так называемый Код судьбы Либо Грубо говоря Тот аркан Который Будет у вас Ведущим По Жизни Давайте Посчитаем На примере Еще Другого Числа Чтобы Было Понятнее Возьмем Вот число Восемнадцатое Ноль пятое Третьсот Восемнадцатое Итак Первое Число Восемнадцать Мы его Не приводим Никакому числу Потому что Оно меньше Двадцати Двадцати двух Это Восемнадцатое Аркан Луна То есть Здесь уже Налицо У человека Наличие Каких-то Магических Способностей То есть Это Медиум Психолог Практик Ведьма Колдун Маг Неважно Это мы Сейчас будем Смотреть По остальным Картам Приводим Все к Единичному Числу А именно Суммируем Один Плюс Восемь Плюс Ноль Плюс Пять Плюс Один Плюс Девять Плюс Восемь И Плюс Пять Итого Мы С вами Получаем Общую Сумму Вот Это Просуммировав У нас Получается Так Девять Здесь у нас Единицы Получается Тридцать семь Число Больше Двадцати Двух Отнимаем Двадцать Два Тридцать семь Минус Двадцать Два Получаем Пятнадцать Второй аркан У нас Вышел Дьявол То есть Опять же Смотрите Ситуация Налицо И Просчитываем Непосредственно Третий Аркан Третье Число Как мы Просчитываем Один Плюс Восемь Это У нас Будет Девять Ноль Плюс Пять Это Будет Пять И Последнее Число Один Плюс Девять Плюс Восемь Плюс Пять Получаем С вами Итоговое Число Это у нас Будет Единица Теперь Мы Складываем Все три Числа И Третий Аркан У нас Получается Пятнадцатый Вновь Дьявол То есть Здесь Смотрите Ситуация Налицо Знаете Как говорится Сам Бог Велел Все три Числа Которые Указывают На то Что человек Является Стопроцентным Практиком Магом И ему Нельзя Просто Этим Заниматься Здесь Не напрямую Черная Магия Молодовство Чистки Мантика В общем Любой Вид Работы Практики И Скажем так Магических Систем То есть У человека Здесь Просто Идет Очень Сильная Способность Идет Родовая Отработка Которая Ему Просто Не Избавиться Если Вам Что-то Будет Неясно Пишите Пожалуйста В комментариях Я попытаюсь Вам Максимально Доходчиво И четко Это Объяснить А Впоследствии Постараюсь Сделать Вам Видео Которое Скажем Так Вы Можете Применить К себе Посмотреть Есть ли У вас Магические Способности И Если Есть То Какие Надеюсь Для вас Эта информация Была Полезной Информа Продуктивной Информативной Пишите Пожалуйста Свои Комментарии Ну А я Благодарю Вас За просмотр С вами Была Ева Лекцер И До Новых Встреч Продуктивной